Они активные и целеустремленные, грамотные и любознательные. Сегодня эти ребята – гордость и надежда не только нашего города, но и республики. Позади у них 11 лет насыщенной и плодотворной работы. Уже по традиции в этот солнечный июньский день юноши и девушки Московского района возложили венки к памятнику воинам-интернационалистам, как знак уважения и дань памяти павшим. После торжественный парад, в ходе которого умникам и умницам, представителям учебных заведений Московского района, были вручены почетные награды – золотые и серебряные медали. Ленинский район не остался в стороне. Здесь чествовали выпускников 2019 года торжественным шествием. Эпицентром события стала одна из центральных улиц нашего города – улица Ленина. В 15-й раз алые паруса, наполненные ветром надежд и большими планами на будущее вчерашних школьников, отправились в плавание к будущим успехам и достижениям. Я рад приветствовать выпускников вообще не только Ленинского района, города Бреста, их у нас сегодня 2265 человек, а еще выпускников базовой школы 3089. Вообще-то громадная сила – это наше будущее. Я хочу, чтобы у нашего будущего воплотились все их мечты, чтобы все они поступили в высшие учебные заведения, в средние специальные учебные заведения, да и профессиональные технические. Главное, чтобы каждый из них принес нам нашему обществу пользу, нашему государству. Были счастливы дети, счастливы их родители. Радостные эмоции, очень на душе приятно, что дочка совершеннолетняя, выпускница, сам таким был рад за нее, рад за всех выпускников. Очень на душе приятно и здорово. Как это все очень так мгновенно, и уже наша дочка, уже в качестве выпускника, это так волнительно, ну, больше волнуешься, наверное, чем когда у тебя был свой выпускной. Ну и, конечно же, да, больше всего волнуешься, какой путь впереди, как он сложится. Очень хочется верить, чтобы была счастливее, чем мы. По сложившейся традиции возглавляли шествия под восторженные взгляды родителей и простых прохожих 35 лучших выпускников, золотых медалистов, плечом к плечу с руководством области, города и администрации района. Колонна бывших 11-классников и будущих студентов проследовала до парка культуры и отдыха, где отдала дань уважения павшим героям на митинге у мемориала. Кем они станут? Или большим ученым? Или высококлассным слесарем? Профессии все нужны. Они важны все. Я думаю, что разницы нет. Главное, что он был человеком, преданным своей родине, чтобы уважал и ценил то государство, которое его выучило, потом еще выучит определенные профессии. Ценил и уважал родителей, учителей. И за дабота с отношениями с людьми тоже уважительная. Что еще нужно, чтобы развивалась дальше наша родная Беларусь? Словам главы администрации Ленинского района вторили и сами выпускники. Стать достойными представителями своей страны для них – это первоочередная задача. Поступить, очень хочется поступить, а дальше уже учиться и работать, строить счастливое будущее. Дальше колледж. Вот хочется поступить на кондитера, в торгово-технический колледж. Надеюсь, все получится. Хочу поступить в Могилевский университет, отучиться там, ну и, соответственно, работать с семьей. Но дальше это уже такие планы на далекое будущее. Я хочу поступить в университет наш Брестский, Пушкина, на туризм и гостеприимство. И в будущем связать свою жизнь конкретно с этой специальностью, заниматься, возможно, какой-то туристической деятельностью или быть экскурсоводом, для того, чтобы также давать какую-то информацию ребятам, например, моего возраста или ребятам младше меня. Потому что я считаю, что образование в наше время – это очень важный момент, и нужно уделять ему большое количество времени. Чтобы чего-то добиться, нужно хорошенько поработать. И то, что эта мудрость работает, подтверждают и сами ребята. Их серьезное отношение к учебе, стремление к новым знаниям. И, как итог, золотые медали, врученные руководством Ленинской администрации. Гордость за такого сына. Можно только его поблагодарить за его терпение, за его старания. И пожелать ему удачи в этой жизни, в добрый путь, чтобы все у него получилось. Мы в этом ночью надеемся. Гордость за талантливую молодежь нашего города в этот вечер испытывали не только родители. Восхищались своими выпускниками педагоги и в целом все гости незабываемого праздника. Алые паруса корабля, наполненные ветрами надежд, стремлений и достижений, унесут ребят в далекое плавание по волнам взрослой жизни.